Представьте, эти фразы сейчас загорелись просто красным и сгорают в огне. Кстати, не грех и похамить немножечко аккуратно. Этот подкаст как советский утюг. Вот, в этом, собственно говоря, страшная тайна. Между Америкой и Россией большая разница. Никогда так не говорите. Никогда так не говорите. Всем привет, это Андрей Гуляев. And it's Val. Hey there. И подкаст Don't Speak о бангийском языке и людях, которые на нем говорят. И вот так, как мы только что говорили, они не говорят уже лет очень много. Хотя меня когда-то в школе по учебнику Верещагина и Афанасьевой, наверное, учили говорить именно так. А давай сделаем как надо, ну, чтобы уж уравновесить чашу весов. И именно весь этот подкаст о том, как надо, собственно, здороваться, приветствоваться и отвечать на вопрос, как дела. И в чём вообще суть вопроса, как дела. Мы, собственно, размечаем мифы о приветствиях. Поговорим о разницу дружбы и вообще лицемерия в англоязычном и русскоговорящем мире. Поговорим, когда нужно быть вежливым и когда не грех и похамить немножечко аккуратно. Мы дадим вам пять фраз актуальных, самых актуальных в 2021 году для приветствия и отвечания на этот вопрос. Обсудим, какое это имеет отношение к одному из Oscar nominees в фильмах, номинированных на Оскар. И раскроем вам страшную тайну приложения WhatsApp. Эээ, это точно в этом эпизоде? Да. Ладно, про тайну это я вот, пока мы записывали, сразу же придумал. Короче, в России это приложение, это мессенджер называют WhatsApp. Ну, потому что люди слышали прошаренные, что типа, how do you do, никто не приветствует. Все говорят, what's up, dude, и так далее. Если коротко, то мессенджер называется WhatsApp. Ну, типа, app, это сокращение слова application. Invest in video. Мессенджер search WhatsApp. When I send a message on WhatsApp. When you think about what is available out there, you think about WhatsApp. Да, потому что, потому что, если вы американцу скажете что-нибудь типа, write me a WhatsApp, то, скорее всего, вас не совсем поймут. Во-первых, да, они говорят скорее text me или message me in WhatsApp. И, да, там все-таки звук э, такое же, как в слове bad, например. Вот, в этом, собственно, игра страшная тайна, что русскоязычные люди его не так называют. А фраза, what's up, what's up, everybody, I'm Miranda, so what's up, до приветствия, или даже ее короткие версии, типа, sup, sup, guys, sup, you beautiful bastards, вполне себе в ходу и вполне себе используется. Об этом поговорим дальше. Ну, и чтобы расставить сразу все точки над и, что же отвечать на этот самый пресловутый WhatsApp, чтобы к этому уже не возвращаться, потому что мы затронем другие фразы, отвечайте на это просто nothing, либо not much. Кажется, counterintuitive, то есть, противоречит логике, но так оно и есть. Ну, вот, я когда пытался это объяснять своим студентам, то вот это, what's up, not much, оно было, типа, чё, как, никак. Или потихоньку, ничего особенного. Важное правило, будем несколько раз к нему возвращаться, все эти фразы не подлежат переводу. То есть, не нужно пытаться вникать в значение каждого из слов, которые есть. Ну, типа, how do you do, как делать вы делаете. Ну, типа, ну, больно, как вы делаете. Ну, это Молтенс. Фильм, пожалуй, стал такой причиной записать этот подкаст в том числе, потому что наша overarching theme — это всё-таки английские люди, которые на нём говорят. И дело в том, что не только язык у нас уже различается, но и очень многие другие вещи — приветствия, прощания, как мы это делаем, что мы говорим и как мы это говорим. И вот, значит, к слову, опять же, о 2021 нынче был у нас Оскар. И один из фильмов, который тоже номинирован был кучу раз, это фильм «Отец» с великим, прекрасным Этони Хопкинсом. И кратко, без спойлеров, он человек в годах, он папа, он теряет память, у него деменция. И, стало быть, пригласили к нему потенциальную гувернантку, сиделку, и дочь находилась там же, он начал жаловаться на эту дочь, у дочери глаза в слезах и слёзы в глазах, неизвестно, что в чём. Так, собственно, дочь извиняется перед этой гувернанткой и говорит «I'm really sorry about that». Как вы думаете, какое у неё лицо было при этом, выражение лица? Да вот ты этот фильм не смотрел, вот как ты думаешь? Ты мне рассказала перед тем, как мы её записывали. Ну так, не забудь об этом, всё, стираю твою павель. Не, ну, честно говоря, если бы это было в России, я бы скорее представил, чтобы дочь пыталась бы, не знаю, как-нибудь наступить тихонечко под столом папе на ногу, вот, чтобы он заткнулся. Или... Старый маразматик. Или вот именно, не сдерживая своих чувств, негатив. Да, то есть, скорее она на него бы наехала, а потом бы извинилась скорее не за него, а за себя, когда поорала бы и успокоилась. Пожалуй. А в фильме оказалось следующее. Она произносит эту фразу «I'm really sorry about all that» – «Глаза полные слёз» с улыбкой во все 32 британских зуба. Да, надо ещё важное замечание сделать, она британка, поэтому они, наверное, ещё меньшей степенью охотности показывают свою негативную искреннюю эмоцию. Не будем углубляться в вопросы, почему это так, потому что эти эмоции могут считаться неудобными, некомфортными и так далее, но вот висели в этом. Да, ну и об этом, на самом деле, тоже важно немножко поговорить, в том плане, что, ну, типичное приветствие, это же «How are you?», вот, или что-нибудь типа «How are you doing?», да, как бы это именно приветствие. Это вопрос, который не подразумевает развернутого ответа. В то время как в России, если вы ответили кратко, а вас подумают, что вы либо скрытный человек… Ну да, либо это такая немножко же пассивная агрессия, и сказать «Нормально». Вот, то есть у нас, ну, хотя, мне кажется, Россия немножко идёт в эту сторону, и люди вот от этих вот вопросов быстренько, ну, переходят в дело, наверное, вот в моём круге общения. Ну, глобализация неизбежна, поэтому какие-то, где-то что-то вот более-менее выравнивается, и, естественно, мы уже не ожидаем, что нам там вывалят все свои подноготные тайные интриги и расследования. Ну да, мне кажется, ещё, это прям тема для отдельного подкаста, и вовсе не подкаста «Don't speak», это про то, как социальные сети, интернет повлияли на нашу коммуникацию, у нас стало гораздо больше мало знакомых друзей, и информация быстрее распространяется, и там кто угодно может опубликовать, кто угодно переписку. Это тоже, мне кажется, влияет на в том числе рассказывание «Как дела?». Ну, с друзьями мы обсуждаем, как у них дела, прям, чё хорошего, чё нового, ну, расскажи мне. Ну, дружба, тоже разный концепт между Америкой и Россией, большая разница, то, что американец скажет «friend», и русский скажет «друг», это очень по-разному. Ну, кстати, да, да, мне кажется, что вот мы в России иронизируем на тему, там, у них сколько у тебя друзей ВКонтакте, что, типа, это вообще не друзья. Так вот, мне кажется, в Америке с их культурой человек, которого ты запрендил на Фейсбуке, он реально похож на вот их понимание слова «friend» гораздо больше, чем «друзья ВКонтакте» похожи на друзей в реальной жизни. Это правда. В общем, я к чему это говорил, к тому, что «как дела?», вот, не надо вообще на них отвечать, просто реально, там, ответьте какой-нибудь ритуальной фразой, вот, и спросите человека так же ритуально, как у него дела, а потом переходите к делу сразу. Да, но если не «how do you do», то что ж тогда сказать? И мы вам припасли пять примеров, причём обратите внимание не только на сами фразы «как дела?», потому что мы их будем варьировать каждый раз, но и ответы. Их можно комбинировать потенциально вот в абсолютно разных позициях, поэтому нам это в итоге даёт гораздо больше, чем пять комбинаций. Ну, погнали, зачитаем. Тут вот, мы, наверное, рады были бы вам как-то перевести, но надо понимать, что вот весь перевод всё равно исказится культурной разницей языков, ну, типа, ну, типа, ну, всё так же, ну, типа, ничего нового. Да, потихоньку, same old, same old, то есть это не обязательно, может быть, такая вот понура история, что день, другой, дерьмо, всё тоже, а просто что-то, стабильность, признак мастерства, в конце концов, так что, может быть, и хорошая штука. Да, причём вот эта фраза same old, same old, она не только в качестве ответа на вопрос, в качестве ответа на приветствие используется, она, в принципе, используется в языке, ну, и означает, типа, всё так же, и, может быть, даже, потихоньку. Да, это, на самом деле, такой эвфемизм, эта фраза, на самом деле. Не знаю, Стивен Ликинг её придумал, но у Кинга, если быть точным текстом, была замечательная аббревиатура SSDD. Same shit, different day. Давай, следующий. Давай, how's it going? I'm still sucking air. В общем, да, воздух всё ещё всасываю. Ну, кстати, насчёт, это не в нашем списке, но нельзя не вспомнить господина Требиане из сериала «Друзья», затем с его эфиром «How are you doing?» И на все прочие лады, да. Вообще, все эти фразочки с упоминанием воздуха и физического процесса дыхания, мне ужасно нравятся их конкретностью, например, С этим не поспоришь. How have you been, да, хорошая такая фраза, да, ну что, как ты тут поживой? Да, ну, опять же, вот вы можете, совершенно не вникая в перевод, они все абсолютно interchangeable, то есть взаимозаменяемы. Это не то, что в такой-то ситуации вот эта фраза вам будет лучше и так далее. Там можно добавить к этому, к этому, how have you been, например, recently. Да, главное не пасовать, потому что, например, если вы студент уровня элементаря, как я часто замечала, входя в класс и задавая вопрос «How are you guys?», я получала прекрасные ответы. Good, perfect, wonderful, но стоило мне сказать «How's it going?», мне в ответ прилетал «Blank look». Почему? Потому что… What going? Where going? Вот именно, потому что эти формулы, а это по сути формулы, их даже не нужно разбирать. Вот запоминать чанком кусок. Да, это как мы говорим «спасибо», не вникая в то, что ты такой «спаси бог», но «спасибо» просто фраза для того, чтобы сформулировать благодарность. Не более того, её внутреннее значение уже сейчас, по истечении веков использования, не имеет никакого смысла. Хранить, да, Господь Милок. Да, это чисто этикетная штука. То же самое и здесь. Вот, ну, кстати, даже если вы не элементари, это тоже вам будет полезно. Здесь я передаю горячий привет моим любимым студентам из группы Advanced, которым тоже разнообразить язык оказалось занятием забавным. Привет, Рома. Привет, Алина. Привет, Кейт. Привет, Вероника. How's it hanging? Medium well. Да, шутка про стейки. Кстати, избегайте по возможности ответов в стиле normal или so-so. Я бы вот, представьте, эти фразы сейчас загорелись просто красным и сгорают в огне. Кстати, да, вот это важный момент, что слово normal в русском и в английском глобально, не только в ответах на приветствия, разный смысл имеет. Normal означает обычный в смысле невыдающийся, несумасшедший. Да, ну то есть типа ничего хорошего. Нику-ку. Вот примерно так. Да, а so-so в принципе не говорится, и 50-50 тоже как бы не хотелось пользоваться этим лайфхаком. Поэтому medium well, если хотите вот что-то про эти медианы проговорить. Да, и важный момент. Как бы эти фразы никак не связаны с тем, как у вас на самом деле дела. То есть это просто, ну, типа спасибо, пожалуйста. Просто. Знаешь, этот подкаст как советский утюг. Вот в советском утюге только два мода, либо hole, либо гор. Так вот здесь так же. Когда всё хорошо... Ну, как ему скажут, что типа это, ну, знаешь, это фраза из каждого утюга. Если утюг поднуть в радиорозетку, он же реально вещает. Поэтому советский утюг, все его слушают на кухне, что? Ну, надеюсь, и такое слово я тоже хочу. Но о чём я говорила, что, скорее всего, вы можете рассказать про хорошие рядом каких-то фраз, типа Ну, то есть такие moderate, да, умеренные фразы, либо про что-то плохое. Так вот, мы подобрались к нашей последней паре фраз. Ну, это прямо slap in the face. Не сказать, что эту фразу корректно используется, а бы кем? Ну, это... И вот здесь, наверное, я бы ещё один такой момент поднял про коммуникацию между друзьями. В русском языке, мне кажется, это менее используется, хотя тоже есть, когда люди намеренно как бы хамят другим, своим близким друзьям, не имея на самом деле никакого хамства в виду, и тем самым просто подчёркивая свою дружбу. Ты как, знаешь, два каких-нибудь там старика, которые там выросли вместе, там не дружат последние, там, не знаю, 70 лет, и один такой-то говорит, что типа что-нибудь в духе has a hanging on far. Да, момент интересный. Типа как детишки старый пердун. И обоим им от этого весело, то есть это никто не... Как ты меня назвал, подлец? Да, но ты знаешь, сколько людей, столько границ позволительного, то есть кому-то это окей, кому-то это не ранит. Но я знаю доподлинно очень многих людей, которые просто устали от такого вида коммуникации, им хочется простой, заботливой, прямой вещи вместо... Ну да, просто я это, наверное, там... Я тоже, честно говоря, я устаю от их, типа, дружеских, весёлых подколов, хотя у меня всегда есть какое-то ресурсное... Какое-то ограниченное количество. Но если там длится пару часов подряд, да, это уже too much. Но просто если фильм будете смотреть и там вы увидите в субтитрах какие-нибудь такие вроде бы как бы оскорбительные фразы, знайте, что они могут не быть оскорбительными. Типа, допустим, валите все отсюда. Это нормальная фраза, что такие дорогие друзья, вечеринка окончена. Everybody get the hell out of here. Или it's time for you to get the hell out of here. Да-да, pretty toxic, but still, ok. И это нормально. Вот. Для некоторых. Опять же, нормально, допустим, внимание, я повторяю слово нормально, как бывает, распространено. Это не то же самое, что английский normal. Thank you very much. Это знаешь, откуда normal thank you very much? Из Гарри Поттера. Mr. and Mrs. Dossley of number four private drive were very proud to say that they were perfectly normal thank you very much. Yep. Первая фраза. Так что, да, фраза последняя была, о которой я говорил, horrible now that I've met you. Это типа, ну, на русский я бы сказал, ну, типа, хорошо было, пока тебя не встретил. Да, это хороший способ передать эту занятную грамматическую конструкцию, потому что дословно это ужасно теперь, когда я тебя встретил. Ну, не очень уклюже вот то, как ты сказал, лучше ложиться гораздо. Ну, да, это такой идиоматический, в общем-то, перевод. От противного вполне. Но, ещё раз повторюсь, что вот вопрос, именно, который задаётся, и да и большинство ответов на них, ну, вот не считая попыток пошутить на тему всех задолбавших fine thanks, значит, первое, вопросы абсолютно взаимозаменяемые, они не несут смысла, ответы не несут смысла и не связаны с тем, как у вас на самом деле дела. Ну, в чуть большей, всё-таки, я бы сказала, степени связаны со смыслом, потому что можно передать как и положительные оттенки, так и отрицательные. Да, но если мы говорим про какой-то этикет, то, в общем-то... Вы издали некий звук, который заагноледжил наличие иного человека в вашем поле. Да, это просто такой пинг, и тебе понг в ответ прилетает, всё. Точно. Да. Но не более того, поэтому... Ну, а если вы хотите поговорить о том, как у вас дела, вот это вы делаете дальше уже в беседе по существу. Да, это просто формульные фразы, которыми люди, англоговорящие из англосаксонского мира, колеблют воздух, дабы дать друг другу понять I'm here. Да, что они установили контакт. Есть контакт, да. Да, да, да. Вот примерно так. Так что успешное вам установление контакта с другими цивилизациями, англоговорящими в первую очередь. Вот. А мы пойдём установим контакт с... Ну, с следующими эпизодами. В здравом смысле, да. Кстати, оставайтесь с нами о том, как прощаться. Мы поговорим в финале нашего сезона. Да, когда будем прощаться. Yep. Прямо сейчас вспомните и подумайте, какие фразы вы используете для приветствий или вы слышали, может быть, в фильмах, в сериалах. И не просто подумайте, а напишите нам в комментариях на don't-speak.ru slash podcast, а мы это в следующем эпизоде рассмотрим и почитаем. И, кстати, говорят, там же на странице don'tspeak.ru slash podcast, don'tspeak.ru тогда уж, ладно, slash podcast, есть ещё ссылка на бесплатный марафон по английскому. Там я подробно рассказываю, как учить английский язык. И на этом марафоне даже есть немножко разговорной практики. Так что переходите, приходите, прокачивайте свой английский. Вот.